Вот ты читаешь, читал. Мы знаем, что ты прочитал за последние все сочтения вот это. Сначала расскажу историю про художественную книжку. Дальше с тобой должно произойти такое. Заходишь ты в Facebook или открываешь свой телефон, у тебя там пушная нотификация в каком-нибудь любом канале связи, который для тебя привычен. У тебя есть пушная нотификация, тебе звонит Гарри Поттер. Или декан факультета Слизерина, потому что ты только что с ним был связан. То есть ты с ним сейчас говорил. Точнее, ты про него сейчас читал. А вот он тебя что-нибудь спрашивает. В целом, это Чат Год. Он натренирован на корпусе высказываний этого литературного персонажа. И в целом он знает, он посмотрел в историю, в твой пользователь контент. Он знает, что тебе важно. И когда эти два множества пересекаются, у него есть надежная гипотеза о том, что у тебя есть что ответить на этот вопрос, он тебе его сдает. И ты ему что-нибудь отвечаешь. А потом ты читаешь его в следующий раз. И он тебе ссылается. Ну, в книжке. Ты попал в книжку. Ну, я рассказываю пример. Но что здесь важно? То, что, ну, во-первых, я... Ну, когда я сейчас такое вот... Я не сейчас это придумал, ну, типа там месяца четыре назад. Большинство народа, которому я такое говорю, ну, не большинство, многие, да, они говорят, что для них это достаточно пугающий опыт и не очень приятный. Ну, когда четвертая стена... Да, нарушение границы. Ага. Никуда она не деться с подводной водки. Все, как бы. Вот вся человеческая культура идет к разрушению четвертой стены. Все, ну, вот, как бы, интерактивность среды – это очень мощный культурный тренд, который, ну, меняет все, да. То есть, вот, ну, пока что он резвился на постовых интернетах. Он, ну, как бы, дальше проникает. И, ну, вот это вот качество – у нас очень большие куски культуры были, они затропаны, да. Ну, то есть, от художника зрителя, да. И не вся культура трансформировалась в этом смысле. Понятно, ну, то есть, на примере кино понятно, что будет происходить, да. То есть, ну, условно говоря, там, «Ведьмак-3», он в изрядной степени кино. Ну, еще не совсем кино, да. Ну, только это кино, в котором ты есть, да. И сейчас, в общем-то, это все сдерживается, на мой взгляд, не столько, как бы, технологией, сколько, ну, технологией гуманитарной, да. Это, вот куда ни плюнь, можно такое говорить про учебные курсы, можно говорить про книжки, можно говорить про кино. Для того, чтобы создавать, ну, что такое интерактивный контент? Это контент, в котором есть место ответного высказывания от пользователя. При этом драматика должна сохраняться, это должно быть нормальным, как бы, художественным произведением. Сейчас, в огромном большинстве случаев, ну, приходится выбирать, или нормальная драма, или интерактивность. Ну, то есть, как бы, человеки не научились это еще замечательно. Ну, как бы, им, вот для этого им нужен машин-лернинг. И, ну, это некоторое следующее… Просто на голову не власть, это реакционально. И только поэтому. То есть, там есть, ну, более близкий шаг, да, который, ну, будет сделан, там, в ближайшие годы, в книжках, там, гриберой его поделали, там, еще какие-нибудь другие. Он связан с тем, что должен быть, ну, слой… Ну, сейчас, давай я вам более простой штуки покажу. Например, для того, чтобы… Ну, вот, вот, ты, значит, пишешь роман, да? Это непросто. Ну, вообще, само по себе, да, нормальную драму сделать, это заморочкой. А если ты хочешь… Ну, при этом у тебя, как бы, все нет очереди контроля у автора есть, да, потому что… Ну, захотел, убил… Ну, ну, да. В общем, все тебе подконтрольно, ты, как бы, выстраиваешь, как хотел. А чтобы эта штука стала интерактивной, тебе нужно поделиться контролем. То есть, тебе нужен, ну, как бы, а теперь тебе нужно сделать такую же клевую драму, но с индирект контролем. Это, ну, сильно сложнее. И поэтому у тебя должен, у тебя должны быть методы, инструменты, да? Я сейчас говорю методические, хотя понятно, что какая-то часть их должна обижаться в те, но вообще это гуманитарная технология. То есть, ты должен себе вообще представлять, как люди играют в игры, там, что такое клевая обучения, зачем нужна зона ближайшего развития, ну, причем, значит, как нужно его, там, поощрять на этом пути, что он сделает, что он не сделает. Ну, и вот в этом смысле нам еще далеко до такого состояния, потому что это все можно спрограммировать, но это еще не придумано. Ну, то есть, и я думаю, что это гораздо раньше все придумывается в образовательных курсах, потому что, ну, и вообще в прикладных каких-то историях. Я сейчас про прикладные книжки. Потому что быстрее обратную связь можно получить? Потому что читатель в гораздо большей степени готов к тому, что он обратную связь сдавать будет. У него есть опыт, как бы, обратной связи. Ну, смотри, вот есть учебные курсы, есть книжка. Они же, в общем-то, не сильно отличаются. Ну, то есть, как бы по форме существования и так далее. Просто они занимают разные куски, ну, в культуре. То есть, с точки зрения культуры, образовательный курс – это, ну, вот, я туда себя могу засорвать, но, ну, вообще, как бы там, ну, не знаю, в форме квизов каких-нибудь или еще какой-нибудь там задачки я там должен делать, в проектном обучении я должен участвовать. А книжка – это штука, которую я готова получать. Ну, просто это вот, ну, как бы, это такие культурные стереотипы. И, ну, вот, поэтому, как бы, с учебными курсами проще. Я на них сейчас покажу. Ну, как бы, покажу через книжку. Вот, читаю я книжку. Допустим, эта книжка нехудожественно пригодна. Что со мной должно, по-моему, произойти, если… Ну, вот, как бы я хотел, чтобы было устроено образование будущего в области книжек. Вот, я учусь, например, там, ну, допустим, по своей профессии юзер-экспириоз дизайн. И читаю какую-нибудь книжку, не обязательно даже по теме. Ну, там, не знаю, какие-нибудь «Хрупкость» читаю или там «Черного лебедя» или вообще «Гарри Поттера и методы рационального мышления». И вот тоже я прочитал кусочек текста. Читалка знает, что я этот кусочек текста прочитал. Во-первых, когда у меня сессия заканчивается, она, конечно, в мессенджер мне должна прислать абстракт прочитанного. Это несложно. Ну, можно сейчас сделать. Во-вторых, она, конечно, должна мне задать рефлексивный вопрос по поводу только что прочитанного в контексте моего образовательного трека. То есть, она меня должна спросить, например, там, типа, «Лёша, ты учишься на арт-директора, сейчас тебе нужно было…» Ну, то есть, у тебя вообще в твоём обучении, твой текущий квест научиться с помощью вопросов делать так, чтобы дизайнер связывал, ну, понимал потребности, не знаю, в аудитории, например. А вот я читаю Гарри Поттера. И, соответственно, мне нужно задать вопрос, ну, как бы, рефлексивный по поводу прочитанного, связанного с тем, что я думаю, чему ты учишься. В общем-то, если у вас этот навык есть в голове, с вами и так это происходит. То есть, когда вы читаете книжку, и у вас вообще есть навык чтения, в смысле, ну, не просто книжки читать, а просто из них какую-нибудь пользу извлекать, то вы такие, «О, Семён Семёнович, каждый раз делайте», да? Ну, как бы, и вот, как бы, рефлексивный вопрос, он, ну, помогает ему. Понятно, что чем рефлексивный вопрос будет, ну, точнее контекст, точнее к образовательному треку, тем чаще у вас будет воззорение. Ну, вот, Machine Learning тут нужен, я, ну, то есть, и это достаточно амбициозная задача, то есть, я знаю, как ее решить, ну, как бы, топором, и все равно будет офигенно. Но, понятно, что, ну, в этом смысле робот, ну, в общем, вот, есть такой термин «экзокортекс», да, в смысле, ну, как бы, тут есть место в экзокортексе под такое, и оно, ну, будет помогать мышлению. То есть, ну, да, это, как бы, протез мышления, но, ну, вот, как бы, мы, как бы, все киборги просто еще не догадались. Ну, то есть, в этом смысле, ну, что важного в той картине, которую я сказал? Чтобы вот такое, ну, как сказать так, в чем должна быть методическая революция при таком подходе? Должен быть кто-то, кто просто научится задавать рефлексивные вопросы по поводу образовательного трека. это, ну, как бы, точечный влазер. То есть, мне не нужно научиться по-новому работать всех, там, преподов и так далее. Потому что, ну, вот, как бы, чтобы появились нормальные интерактивные книжки, должны появиться нормальные интерактивные писатели. которые пишут, а они будут расти и при поколении. Ну, то есть, как бы, то есть, ну, на самом деле, так и не произойдет, да, они появятся, ну, как бы, внутри среды, да, вот. После экспериментов, обратной связи. Условно говоря, вот, смотри, вот есть, ну, на примере кино, да. Вот есть Голливуд, да, есть какие-то его заигрывания с играми есть большой гендер есть его какие-то заигрывали скидок но на самом деле раньше всех это сделают летсплеер ну примерно потому что они лучше как бы чувствуют специфику среды это жанр изнутри вершин